Здравствуйте! Спасибо, что вы пускаете нас в свой дом. Спасибо вам огромное! И если вы получаете хоть немножко позу, хоть немножко благословение из нашей передачи, пожалуйста, помогите нам распространять эту истину. Потому что наша цель, чтобы как можно побольше женщин получили свободу, любили себя, поняли, что для себя бить женщиной это самое лучшее, потому что Бог сотворил их бить женщиной. Вот, и мы продолжаем нашу передачу, гости есть. Юлия, скажите нам, что вы помните о детстве? У меня замечательное детство, у меня тоже полная семья и папа из такой хорошей патриархальной еврейской семьи, и мама русская. Этот конфликт я чувствовала. Но папа вообще, он еще жив, но в детстве он просто был особенным человеком. Он всю жизнь работал на руководящих должностях. И то, что я помню с самого детства, он мне говорил, ты рождена, чтобы быть счастливой. И он мне постоянно это повторял. И мы с ним ходили, гуляли, смотрели на звезды. Он мне говорил, смотри, ты на этой земле не одна, ты должна всегда верить, если тебе будет трудно, поднимай глаза на небо. Хотя в прямой мне о Боге, конечно, не говорил. И его семья была семья репрессированных, они очень боялись всякого проявления своего еврейства. И, конечно, я как-то, знаете, мое детство, когда я его вспоминаю, я окунаюсь в какое-то, мне кажется, что это какая-то сказка. Это для меня было потрясающе. Я действительно в детстве отец заложил эту истину, что я действительно самый счастливый человек на земле. И потом, моя жизнь, она вообще страшно трудная и тяжелая. Мне было масса страданий, но эта истина, она меня вытягивала. Да, и что вы можете, какой вы можете сказать и ролл родителей, да, в заложивании, в принципе, да, и закаливании детей в жизни? Я хочу сказать, что мы все родом из детства. И детство это, наверное, самое главное, что может быть в характере, когда мы можем заложить в характер человека то, что нужно для следующей жизни. И это то, что останется надолго. И останется надолго. Я хочу сказать сто процентов, когда детей в семье любят маленьких, когда с ними занимаются, когда их воспитывают, они совершенно другие, взрослые. Эти взрослые не комплексуют, они не зависят от мнения других, они не имеют низких самооценок. Они уверены, потому что это уверенное заложено с самого детства. Меня хоть кто-то один, хоть двое, там, этих мама и папа, но любят на земле. А если таких родителей нет или родители сами в своих проблемах, у ребенка создается понимание, что его вообще никто не любит на этой земле. И он будет ходить искать эту любовь, добирать ее всю жизнь, наверное. Да, да. Спасибо большое. Это важная истина. И мы на этом закончим сегодня, и мы продолжим обязаться. Субтитры создавал DimaTorzok